Приветствую, дорогие друзья, на связи Тимур Гаранен. Сегодняшний ролик я решил еще раз посвятить фрактальным антеннам. Наверное, все видели подобные изображения крестовидных фрактальных антенн, но мало где вы найдете удовлетворительное объяснение того, как они работают, как рассчитываются их диапазоны и вообще, что это за тип антенны с точки зрения применения. Сегодня я отвечу на все эти вопросы и мы сами создадим подобную антенну и рассчитаем ее частотные свойства. Но перед этим рассмотрим простое преобразование линейного палатна антенны во фрактал. Самый простой пример преобразования линии это треугольник Коха. Алгоритм построения заключается в следующем. Мы разбиваем линию на три равных части и вместо средней части вставляем две линии, длина каждой из которых составляет ровно длину вырезанного участка. На этом одна итерация заканчивается. На следующей итерации мы разбиваем уже новые отрезки на три части и их среднюю часть заменяем двумя линиями. Совершенно очевидно, что с каждой итерацией общая длина линии возрастает. И возрастает она в четыре третьих раза за каждую итерацию. Это как раз и означает, что применение фрактала позволяет создать антенну с той же длиной полотна, но меньших габаритов. То есть, на самом деле, опять же, вопрос получается очень простой. То есть, анализируя картины того же самого Кривелли, мы четко видим, что города реально, собственно говоря, стояли непосредственно в эпицентре стоячей волны. То есть, понятное дело, что мы сейчас не знаем корректности частот, какие применялись, но сам факт, он прослеживается. Плюс к этому, за счет появления в полотне отрезков меньшей длины, диапазон принимаемых частот расширяется вверх. Обратите внимание, что располагать две линии на месте вырезанного отрезка можно под разными углами. И чем больше этот угол стремится к 90 градусам, тем эффективнее заполняется пространство. Теперь применим эти знания на практике и сделаем фрактальный диполь. Для этого с самого начала нужно знать нижнюю частоту принимаемого диапазона и каждый четвертьволновый отрезок соотнести с ней. А после этого просто начинаем изгибать провод до нужной степени фрактала. Применение фрактала позволит нам уменьшить габариты антенны и, самое главное, расширить диапазон принимаемых частот вверх. Треугольник Коха далеко не единственный популярный фрактал. Широко распространено применение квадрата Коха. Фрактал строится следующим образом. Разбиваем линию на три отрезка. Вместо среднего отрезка вставляем три отрезка равной длины под углом 90 градусов. Видим, что общая длина линии выросла в пять третьих раз. На следующей итерации мы разбиваем уже новообразованные отрезки на три и вместо среднего вставляем три отрезка. Таким образом, каждая итерация увеличивает длину кривой в пять третьих раз при одинаковых габаритах. Либо уменьшает габариты во столько же раз при одинаковой длине полотна. Ну а теперь, вооруженные этими знаниями, приступим к созданию крестовидной фрактальной антенны. Эта антенна по своей сути является рамочной антенной, к которой несколько раз применен алгоритм построения квадрата Коха. Итерации построения фрактала вы видите на рисунке. Отметим, что в реальной антенне проводники должны быть изолированы друг от друга, чтобы не вызвать короткое замыкание какого-либо сегмента. Нижняя частота диапазона вычисляется по суммарной длине всей кривой полотна. Для того чтобы её определить, мы должны измерить габарит готовой антенны и умножить на пять третьих столько раз, какое количество итераций фрактала в данной конкретной антенне применено. Верхняя частота диапазона с каждой итерацией увеличивается в несколько раз, определить её уже гораздо сложнее и зависит она от конкретного фрактала. Итак, теперь мы знаем, что самая известная крестовидная антенна – это петлевая или рамочная антенна, к которой применён алгоритм построения квадрата Коха. Но это далеко не единственный тип крестовидных антенн. Также можно встретить антенну, образованную применением квадрата Серпинского. Это также рамочная антенна, но в связи со сложностью фрактала она обычно встречается только на печатных платах, но не в виде проволочных антенн. Кривые Серпинского, Кривые Коха, Кривые Пиано, Гильберта и многие другие могут быть использованы для преобразования прямой линии полотна антенны во фрактал. Ну не то чтобы недостаток такого. Это мы рассмотрели твердотельное, условное такое моделирование. На вихревом уровне у нас получается вот этих пустот между ними быть не может. И все объекты естественно будут сколько-то проникать друг в друга для того, чтобы не было никакой пустоты между ними. Но кроме фракталов, которые преобразуют линии, существуют фракталы, которые преобразуют плоскости и объемы. Одним из таких фракталов является крест Висекко. Он же иногда называется крестом Минковского и даже крестом Коха, хотя Кох непосредственного отношения к нему не имеет. Образуется этот фрактал поочередным удалением средних частей от сторон квадрата либо от углов квадрата. В результате образуются крестовидные фигуры. Более рациональное использование пространства мы получим в крестовидных антеннах, образованных площадью под кривой треугольника Коха с углом построения, стремящимся к 90 градусам. Такие антенны, разумеется, не будут работать как рамочные. Они представляют собой одну из форм древовидных антенн. Наводимый под действием внешнего электрического поля ток будет суммироваться во всех ветвях дерева и в центральной точке, куда и следует подключать центральную жилу кабеля, ток будет максимален. Как уже упоминалось, одним из главных достоинств фрактальных антенн являются их малые габариты. Фрактальные антенны вполне можно отнести к ЭМА, электрически малым антеннам. То есть их габариты могут быть значительно меньше длины волны. Однако, что касается конкретно крестовидных антенн, то очевидно, что этот тип антенн хоть и меньшего размера, чем их нефрактальные аналоги, однако использует пространство недостаточно эффективно. Если мы хотим использовать пространство более эффективно, нам стоит использовать другие фракталы. Кривые Гильберта, Пиано и в некоторых случаях даже обычный Меандр могут позволить уменьшить размеры антенны не хуже квадрата Коха и при этом эффективнее использовать пространство. В стоячей волне от тебя не требуется устройство. У нас это сейчас все поразрисовано нашими барельефами, узорами и так далее. У нас вон рубаха, шитая золотом узор и всего остального. То есть построение собственно правильной цепи. Вот один виток индуктивности сюда прошел, второй обратно. Вот стандартное звено, которое на узорах везде используется. Но мы получаем что? Создание атороида в этом месте. То есть у тебя сила Лоренса здесь направлена сюда, а здесь сюда. В итоге возникает вот это вот кручение. Меняя габарит узора, у нас что говорили? Он самый элементарный. Только проводящий с золотой краской узор рисуется на стене. У тебя стена греться начинает. Город уже находится в стоячей волне. Мы берем индикатор светодиодной катушки, подносим, он с расстояния может и полметра уже светится. Он же работает, работает. Но ты представляешь, что у тебя города были захвачены полностью стоячими волнами низкочастотными. То есть у каждого, в принципе, зная просто нужную длину волны, которую тебе нужно получить, то есть ты спокойно делал освещение, собственно говоря, отопление и так далее. Просто банально нарисовав на стене, то есть те длинные проводов, которые тебе нужны. А верить или нет, решать вам сами. А теперь давайте просуммируем, что мы сегодня узнали. Фрактальные антенны создаются путем применения алгоритмов построения фракталов к полотну антенны. Нижняя частота диапазона фрактальной антенны определяется длиной проводника. Верхняя частота увеличивается с каждой итерацией фрактала. Крестовидные антенны, чаще всего, представляют собой рамочные антенны, прошедшие несколько итераций квадрата Коха. Существует достаточно много фракталов, которые используют пространство гораздо эффективнее, чем квадрат Коха. На сегодня это всё, дорогие друзья. Как всегда, делитесь этим роликом, если считаете его полезным. Ставьте лайки и самое главное, пишите в комментариях, какие вопросы и темы были бы вам интересны. Удачи!